МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы работаем в прямом эфире, и вы, как всегда, можете присоединиться к нам, позвонив нам по номеру телефона 423897. Не стесняйтесь, задавайте свои вопросы нашим гостям, и, конечно, мы постараемся ответить обязательно в прямом эфире. Ну что ж, мы начнем, а начнем мы с интересного события, которое прошло 17 июля в понедельник. Прошел третий открытый лично командный чемпионат Республики по гребле на байдарках, на якутских байдарках, посвященный памяти олимпийского чемпиона по парусному спорту Тимира Пенегина. И сегодня мы обсудим, как же прошел этот чемпионат. И очень интересно, ведь мы впервые в нашей студии обсуждаем именно такой интересный вид спорта, как гребля на якутских байдарках. Да, и это очень важно. Ну что ж, представим наших сегодняшних гостей. У нас сегодня в студии организатор соревнований Данил Михайлович Пестряков. Далее сидит у нас Иннокентий Сергеевич Ноев, это участник соревнований. Ну и посередине победительница заплыва на 2 километра Александра Егоровна Андросова. Добрый вечер. Здравствуйте. Первый вопрос, конечно же, будет к Данилу Михайловичу. Как прошли соревнования, ведь это уже третье соревнование, у вас уже есть опыт, есть чем сравнить и общую информацию, пожалуйста. Я очень рад, конечно, соревнования прошли на высшем уровне. Это в третий раз мы проводили вот такие соревнования. Раньше Павел Павлович Пенигин в СССР по 3 кубок поставлял. А нынче вот это Олимпия, первый олимпийский чемпион по парусскому спорту Тимира Алексеевича Пенигина. 90-летие я прошел. Да, действительно, это по-настоящему гордость республики, величайший спортсмен, и в честь него провели третий лично командный чемпионат. Сам я имел удовольствие присутствовать на ваших соревнованиях. И что отметил для себя, в первую очередь, это очень дружеская, теплая атмосфера на соревнованиях. И мы как раз подготовили сюжет, имели удовольствие там присутствовать. И давайте посмотрим наш материал про то, как же прошел этот чемпионат. Внимание на экран. Третьи по счету соревнования по гребле на якутских байдарках явились, может быть, и не самым масштабным спортивным событием уходящей недели, но в плане атмосферы у этого традиционного состязания конкурентов просто не было. Наша съемочная группа с радостью окунулась в этот праздник спорта, и вот что нами было подмечено. Энтузиазм и преданность своему делу участников. Команды из районов преодолели все трудности дороги с байдарками на багажнике автомобилей, если же представители Мегина-Кангаласского, Усть-Алданского и Чуропчинского районов ехали в Якутс не так долго, то спортсмены из Вилюйского района проехали таким образом более 500 километров. Безопасность превыше всего. В погоне за медалями соревнования участники пару раз теряли равновесие и оказывались за бортом байдарки. Но поводов для волнения абсолютно не было. Каждый заплыв проходил под пристальным наблюдением сотрудников службы спасения, которые сопровождали спортсменов на моторной лодке и в случае надобности молниеносно оказывали необходимую помощь. Гребли все возрасты покорны. Участие в заплывах приняли люди не только разной физической подготовки и сфер деятельности, но и возраста. Женщины оспорили медали в группах до и старше 50 лет, а мужчины вели борьбу в пяти возрастных группах от 18 до 70 лет и старше. Усть-Алданцы вновь на первой ступени педестала. Как показали соревнования, лучшие изготовители рулевые традиционных якутских байдарок живут в Усть-Алданском районе, чьи спортсмены завоевали 6 золотых медалей чемпионата и тем самым уверенно заняли первое место в командном зачете. Мы выступаем одним наслегом. Не весь Ус-Алданский Усть, а только сборная команды Курбусарского наслега. Мы, готовясь к этим республиканским соревнованиям, провели подборочные открытия соревнования Курбусарского наслега. Когда приехали гребцы Мегина-Кангалатского района, всего участвовало 34 гребца. И вот, которые выиграли, они сегодня тоже успешно выступают в этом чемпионате. Отметим, что эта победа стала третьей по счету для команды Василия. И согласно регламенту, кубок потерял статус переходящего, что означает то, что он навсегда останется в зале трофеев команды Усть-Алданского района. Ну что ж, вот такие интересные и, что самое главное, очень атмосферные соревнования у нас состоялись на озере Саисары. И, конечно, давайте сейчас пообщаемся с посредственными участниками. Да, с участниками. Мы знаем, что Александра Егоровна у нас победительница в заплыве категории старше 50 лет. А, если я не ошибаюсь, Иннокентий Сергеевич у нас... Участник. Участник. Четвертое место, да, как я помню? Не важно. Главное, что участник. Учетный четвертое место. Вот у меня вопрос, наверное, к Александре Егоровне, во-первых, вопрос. Ну как это женщина и такой серьезный вид спорта, как гребля на якутской байдарке? Ведь это достаточно сложный вид спорта. И как вы вообще... Учитывая то, что заплыв 2 километра. 2 километра. Как вы попали в вид спорта в этот? Первые ли ваши эти соревнования, или вы уже участвуете не в первый раз? Нет. Я первый раз. Я узнала вот месяц назад. И готовилась. Вот Данил Михайлович вас пригласил. Я пригласил. Ага. Я месяц сколько раз? Десять. Сесть-пять. Да. Ну то есть вы узнали об этих соревнованиях месяц назад, и на протяжении этого месяца готовились, и сразу выступили, и победили. Да, конечно, сложно было. Такой хороший стимул продолжать дальше заниматься этим видом спорта, да? Насколько сложно вам, как женщине, было справляться с такой серьезной физической нагрузкой? Ой, очень трудно было. Ну у нас женщин семеры было. Из них после... до 54, после 53 было. Ну то есть конкуренция небольшая, да? Ну у Солданские и Чуропчинские, конечно, сильные. Очень сильные. Да, я лично наблюдал за этим заплывом, хоть и участников, может быть, было мало, но там борьба была серьезная. Ну что ж, такой же вопрос, собственно, к Иннокентию Сергеевичу. Скажите, как борьба шла в вашем заплыве? Да, я участвовал в старшем группе, 70-ти больше, да? Ну и борьба была упорная, но я же в прошлом году хотел участвовать, поэтому я готовился. В этом году у меня ссылка была, ну, участвовать и заплывать в Сосарское озеро. И я свою программу выполнил. Ну то есть вы довольны своими результатами? Да, я доволен. И я хотел бы этот спорт, якузская байдарка. Мы, наши предки с бельком веков, мы же выросли на слегах же, они с бельком веков на рыбалку ходили, это на якузской байдарках. Потом наши предки рыбачили, все, через хомус мы все поплывали. Я сам видел, когда маленький был. И когда Данил Михайлович мне предложил заниматься этим делом, я с большим удовольствием. Довольствием. Ведь это ваше детство, да? Да, это мое детство, это наше детство. Вот вы не зря отметили это. И я хотел это участвовать, потому что это первый олимпийский чемпион Тимир Пенигин, да, партнер в спорте, с якутцов, первый занял первое место, да. И я хотел пропагандировать, хотел поддержать Данила Михайловича, чтобы он каждый год, этот турнир стал именем, ну, проходя, как называется это, в нашем якузской байдарках соревнования делилось каждый год на имя Тимира Пенигина. Ну вот раз уже Иннокентий Сергеевич затронул эту тему, да, что вот именно якутская байдарка с покон веков, она практически не изменилась. И сейчас мы попросим Данила Михайловича показать нам, продемонстрировать и рассказать, что же это такое якутская байдарка. Просим. Да, пока Данил Михайлович приступает, мы еще раз отметим то, что действительно якутская байдарка это неотъемлемая часть продукции и быта якутского народа. Ну что ж, Данил Михайлович, просим вас, нас проконсультировать. Это якутская байдарка, улучшенный вариант, поэтому я делал вот таких, и сейчас показываю. Вот, сядем, и упираемся ногами, и задняя сторона, вот, подкладка есть, если длина. Мы свободно вот держим, равновесие держим, и вот, плывем. Все это надежный, вот, это как поплавок, все вот это, если вода сюда попадет, и не утонем. Вообще не утонем. Надо не бояться, надо плывать. Всем по районам надо распространить, вот это, когда волны, все волны, вся вода, вот эта полная будет, все равно. То есть это безопасно, да? Безопасно. Данил Михайлович, безусловно, якутская традиционная байдарка, это очень уникальное плавательное средство, да, которое действительно благодаря своим уникальным вот именно характеристикам сохранилось по сей день. Везде, сейчас в районах используется. И думаю, важно отметить вот изготовление этой байдарки. Расскажите нам, пожалуйста, вот, как вообще это делается, и сколько времени для этого требуется. Да, вот это, мы хотим, у нас есть вот идея, только, якутская байдарка, только вот это, из доски, сосны, с ели, другой материал не должно быть. Сосна и ель только посмотрим. Сосна и ель. Говорят, ель самая лучшая, но ель мы нигде не достанем, поэтому сосна. Сосна. Сколько метров в длину? Это у меня длина 6 метров. 6 метров? 6 метров, и вот эта самая, эта широкая сторона, 16 сантиметров, и узи, узкие. Да, Дадил Михайлович, мы вам очень благодарны, что наглядно нам показали, как же вот грамотно сидеть на якутской байдарке. Просим вас вернуться за стол гостей, и давайте продолжим наше общение с гостями чемпионата по гребле на якутских байдарках. Ну что ж, мы знаем то, что вот соревнования в этом году прошли очень масштабно, размашисто, и какие дальнейшие планы? Это берет начало из давно. Мой отец был рыбак. Это в 60-м году. У нас я из Чаровкинской, Бахцитской населения. Там из Балтийского плота матроса прибыл. У нас в нашем селе село Бахциталон. И он смотрел вот это, смотрел ты. Называется вот это, просто хороший ты. И вспоминали до сих пор они, наши старики, про этот матрос, этот барашка Федор Прокопьевский был. То есть это было давным-давно, и вы продолжаете, продолжаете это дело и пропагандируете его среди населения? Этот матрос, он организовал между друзей соревнования. От того вот этот кувырин пошел, соревнования, потом Аллагарский население. Мы с церковью проводили, и потом, и постепенно мы в Чаровкинском улосе Игорь Мончарь было. Данил Михайлович, у нас, к сожалению, не хватило времени. Я надеюсь, мы не прощаемся с вами, мы увидимся с вами вновь в этой студии. Мы желаем вам удачи, и спасибо большое за то, что вы сохраняете культуру наших предков. Спасибо большое, всего самого наилучшего. Ну а мы продолжим сразу после короткой рекламной паузы. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Дальше будет еще интереснее. Две минуты, и мы снова с вами. Рекламный блог завершился, и вновь в прямом эфире передача «Спорт-клуб». Дорогие друзья, любители спорта, мы хотим напомнить о том, что вы можете принять участие в нашем разговоре в прямом эфире, позвонив по телефону 423897. Но власти необходимо напомнить о том, что мы работаем в прямом эфире, поэтому постарайтесь побыстрее подключиться к нашему разговору. А сейчас мы поговорим о очень интересном виде спорта. Напомним о том, что в первом блоке нашей программы мы поговорили о якутской байдарке, о том, как она была все-таки спокон веков предметом быта и культуры наших предков. И сегодня мы поговорили о ней как о спортивном снаряжении. И во втором блоке мы поговорим еще об одном предмете быта, который спокон веков использовался в быту. Неотъемлемая часть. Да, неотъемлемая часть, это был лук. Но сегодня мы лук представим как спортивный снаряд, ведь мы поговорим с вами о стрельбе из лука. Ну и таким образом у нас на днях проходит чемпионат республики лично командный по стрельбе из лука. Стартовал он вчера, вчера была пристрелка официальная. И сегодня вот после завершения квалификационной части соревнования к нам в студию пришли наши гости. Давайте представим. Давайте. Знакомимся. Нина Васильевна Шарина. Она является президентом федерации стрельбы из лука республики Саха-Якутия. И Розалина Тимофеева, чемпионка первенства Европы и России по стрельбе из лука. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну и первый вопрос Нине Васильевне. Скажите, вот сегодня можно сказать уже соревнование официально началось, уже квалификационные раунды прошли. Каковы итоги и вообще как стартовал долгожданный чемпионат на стадионе Туймада? Наш долгожданный чемпионат на стадионе Туймада начался очень на высоком организационном уровне. И я хочу поблагодарить моего исполнительного директора Павла Вячеславовича Карпова за высокую организацию этих соревнований. Также судьей работает Тимофей Владимир Николаевич. И хочу поблагодарить Цыпандина Николая Гаврилевича, это начальник управления массового спорта. И хочу сказать о наших фаворитах на сегодняшний день. Это среди мужчин по классическому луку Павлов Ростислав, город Якутск, Сарамятников Игорь из Вилюйского улуса на втором месте, Тарабукин Владислав из Мигины Конголасского улуса на третьем месте. Среди классиков женщин на первом месте наша Тимофеева Розалина, которая сегодня у нас в гостях. И Тимофеева Евгения, тоже очень сильный, одна из сильных лидеров России, тоже находится на втором месте. И Андреева Алина находится на третьем месте. Среди блочников мужчин у нас находится Павлов Асим, на втором Иксман Тимир и на третьем Мартынов Павел. Среди блочников женщин на первом месте находятся Павлова Валентина, Мурзина Надежда и Бубякина Надежда. Нина Васильевна ознакомила нас, отметим для телезрителей, что это лидеры текущего чемпионата по итогам квалификационных раундов. Сразу же скажем, что завтра соревнования у нас продолжатся и послезавтра у нас будут финальные серии. Ну что ж, вот прозвучали у нас итоги первого соревновательного дня. И, конечно же, мы обратимся к нашей гости Надежде Якутского спорта Розалине. Как для вас прошел квалификационный раунд и вообще каковы впечатления? В общем, квалификационный раунд сегодня для меня начался очень даже удачно. Выступила на отлично, даже на тренировках не думала, что я так попаду. И соревнования на высшем уровне, как всегда. Много народу приехало из разных улусов и конкуренция все-таки большая. Ну а какие цели ты ставишь для себя в первую очередь? На этом чемпионате. В первую очередь занять первое место, также не уступать никому. Самый правильный настрой. Да, занять первое место. А скажи, вот кого ты считаешь своими, ну, самыми главными... Основными конкурентами. ...конкурентами. Это моя сестра, вот Евгения Тимофеева, которая на втором месте. Есть девочки, которые со мной тренируются в училище Олимпийского резерва. Это мои подруги Саина Иванова и Валентина Евдокимова. Они тоже сильные соперницы. Ну и здесь возникает вопрос. Ты говоришь, мои подруги, мы с ними соревнуемся. Все-таки у вас присутствует дух вот этого соперничества? Или все-таки вы больше поддерживаете дружеские отношения? Тем более, когда ты соревнуешься непосредственно со своей сестрой. Каково это? Мне кажется, это более такие дружеские отношения. Такого прям соперничества у нас нету и никогда не было. А вот в ходе соревнований вообще, как вы общаетесь с сестрой? Даете, может быть, друг другу какие-то советы? Или же предпочитаете во время соревнований общаться? Ну, бывает так и так. Вот на этих соревнованиях все равно мы обетуемся друг у друга, спрашиваем, откуда ветер дует, куда выносишь, как стрелять, как стрельба идет. Вот общаемся. Вот я думаю, всем телезрителям будет очень интересно. По завершению квалификационного сегодняшнего раунда вы лидируете. И был ли разговор с сестрой, в каком-то не он прошел? Ну, что вы друг другу сказали? Вот просто интересно. Нет, она мне пожелала удачи. Такого прям напряжения или какого-то там злости на меня со всей стороны не было. То есть она уже, наверное, понимает, у кого-то будет первое место. Поэтому говори, не говори, все равно... Нет, ну впереди целый чемпионат, возможно, случится все, что угодно. Отлично. А у меня вопрос к Нине Васильевне. Нина Васильевна, вот вы назвали основных фаворитов. А вообще, вот насколько популярна стрельба из лука на территории вообще всей республики? И вот основных фаворитов вот именно в Улусах кто у нас лидирует? Ну, я хочу сказать, что у нас три вида этого спорта. Как бы это интересно ни звучало, да. Я хочу сказать, что в последние годы, последние 10 лет стрельба из лука стремительно развивается. Появились у нас свои чемпионы республики, России, Европы и даже мира. Вы об этом тоже знаете хорошо. И поэтому сейчас у нас развивается три вида. Это классический спортивный, второй это блочный и третий это традиционный. И в этом году было самое большое количество за последние пять лет. Это 210 человек соревновались на наших соревнованиях. Впечатляющие цифры. Да, 210 человек. Сейчас мы открываем все новые и новые районы Улуса и города. Вот сегодня была устная договоренность, что откроется наш филиал опять в Улусе, Амгинском Улусе. И хочу сказать, что было раньше 4 или 5 федераций спортивных клубов всего. А сейчас мы намерены в конце года, чтобы эти федерации достигли где-то до 20 федераций, что мы хотим, чтобы столько федераций было. И мы очень рады массовости и всю работу делаем для того, чтобы этот вид, который забытый традиционный наш вид, исконно якутский, развивался. И хочу еще одно важное сообщение сказать, что по итогам нашего чемпионата отбирается сборная нашей Якутии на чемпионат России, которая состоится в городе Великие Луки 25 по 29 августа. То есть с 25 по 29 августа вся республика будет переживать и болеть до наших спортсменов, которые, надеемся, с достоинством представят нашу республику на всероссийском соревновании. Это, мне кажется, здорово, и об этом надо не забыть и обязательно поддержать пальцы крестиками за наших спортсменов. Да, дорогие друзья, будем внимательно следить за развитием событий в этой области. Ну что ж, Анина Васильевна действительно отметила то, что есть. У нас действительно есть уже свои чемпионы. И хотелось бы отметить то, что вот наша сегодняшняя гостья Розалина Тимофеева является чемпионкой первенств Европы, России. Вот действительно восходящая звезда уже международной арены, скажем. Мы не ошибемся же, это правильно. И вообще вот хотелось бы поговорить с Розалиной подробнее вообще, как вы пришли в мир стрельбы из лука. Думаю, все любители спорта уже в курсе. В курсе, что это у вас семейный вид. У нее не было других вариантов, скорее всего. Давайте вот расскажем тем, кто может быть не в курсе. Так, я вообще родом из села Бердегистя, Горного Улуса. Как вы сказали, у нас семья спортивная, тесно связана со стрельбой из лука. Но я раньше занималась легкой атлетикой и настольным теннисом. Поэтому не хотела в стрельбу. До последнего не хотела. Потом в пятом классе сижу дома, смотрю журнал для записи по стрельбе из лука. Так как дедушка тренер, он привез журнал домой. Я смотрела, сидела и заметила свою фамилию. Я сначала не поверила, переспрашивала очень много раз, что я буду стрелять из лука. И не хотела. Но, ну, исходя дальше, в шестом классе уже начала тренироваться. Сначала начала дома имитации всякие делать с инвентарем. Потом уже в зале начала свои первые тренировки. И были какие-то уже успехи, попадала. Первый успех, помнишь? Да, я очень хорошо это помню. Это были соревнования на 12 метров в Покровске на призы Стасовой Тамары. Я заняла тогда первое место и выполнила норматив кандидата в мастера спорта. Ну и вот дальше уже последовали международные спортивные игры Дети Азии. Потом уже первенство России, Европы. И тут зажглась звезда, да? Да. И от чего началось это? Дедушка все-таки вот просто записал. Писал, да. А ведь знал, что делал. Да, потому что вот очень способный, великий тренер заметил талант Розалины и не прогадал, как мы видим. Розалина, ну мы знаем, что, конечно, как и любой вид спорта, он имеет и обратную сторону медали. И у тебя недавно буквально была серьезная травма, да? Да. А как ты реабилитировалась после этой травмы? И насколько сейчас тебе, возможно, это мешает? Или все-таки ты как-то уже пришла в форму? И надеемся, что это не помешает твоим будущим достижениям? Да, у меня была травма правого плеча, это, мне кажется, такая спортивная травма, потому что мы делаем одинаковые движения по несколько раз в день, в неделю, в год. Это не знаю, сколько получится всего. Бесконечный цикл. Да, бесконечные цифры. И из-за этого у меня, из-за перенагрузки у меня был тенденит правого плеча. И вот после восстановления ходила на массажи, грязевые лечения. И сейчас чувствую себя более нормально, чем вот тогда, почти год назад. И думаю, выступлю еще лучше, чем было. Ну здорово, мне кажется, ну футь-футь-фу, да, не дай бог, но мне кажется, все равно побереги себя и свое самое главное плечо, да? Мы всей творческой группой желаем тебе вот скорейшего выздоровления, полного выздоровления, и чтоб никак травмы вообще вас не затрагивали. Ну что ж, Анина Васильевна, если говорить о нашем чемпионате, а завтра у нас по программе у нас соревнования до финалов записаны в программе. Ваши личные ожидания? Насколько горячая борьба будет? И проанонсируем для наших телезрителей, чтобы пришли, заполнили стадион, трибуны стадиона. Да, я еще забыла отметить, что в этом году у нас соревнования длятся не три дня, а четыре дня. Новый формат? Да, новый формат специально для наших зрителей, для наших болельщиков. Мы установили большой экран на поле, будет снимать камера, и если будет, ну как бы, финальная часть, будет видна, как стреляют наши стрелки и куда попадает их стрела, да? То есть это очень удобно? Да, это будет очень удобно для них и будет зрелищно для них. Да, Нина Васильевна, вот сейчас мы вынуждены прерваться на короткий рекламный блог, а вот то, что говорим, то, что экран трансляции будет, это мы продолжим в третьем нашем блоге. Ну что ж, дорогие телезрители, не переключайтесь, оставайтесь с нами. Небольшая короткая рекламная пауза, и мы продолжим наш разговор. Не переключайтесь. Продолжение следует... ТАХ проводится международный турнир по стрельбе из лука, бриллиантовые стрелы Якутии. Ежегодно этот турнир собирает спортсменов из зарубежья, из различных регионов России. И этот турнир скоро у нас стартует с 26 по 28 июля. И к нам уже, к присутствующим Нине Васильевне и Розалине Тимофеевой присоединился Александр Бугаев, первый заместитель директора государственного бюджетного учреждения школы высшего спортивного мастерства. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер. Ну и сразу первый вопрос. Безусловно, всем интересно, любителям спорта, в частности, стрельбы из лука, на какой стадии подготовки сейчас находится наш турнир? Да, ну вот уже мы, как уже сказали, мы готовимся к третьему уже по счету турниру. Этот турнир наш уже второй год подряд благодаря поддержке Всероссийской Федерации стрельбы из лука, в частности его президента Ишея Владимира Николаевича. Он входит в календарь Международной Федерации стрельбы из лука. Дата проведения с 26 по 28 июля будет проходить по красоте и уникальной природной местности в тренировочном центре Монет Тах. Ну, в этом году планируется участие пяти, там на сегодняшний день мы пять из зарубежных команд нам дали подтверждение. Это, значит, команда Казахстана, команда Белоруссии. Впервые у нас вот география расширилась, впервые будет принимать участие команда Монголии, четыре спортсмены и тоже четыре спортсмена из Узбекистана. Ну, и из Германии будет участвовать. Итого вот пять регионов. Ну, и шестая команда – это Россия. Ну, порядка из зарубежных стран приедет там 20 или чуть больше 20 спортсменов. Ну, и, конечно же, вот наша команда. Ну, и из регионов ожидается участие вот Забайкальского края и Бурятии. Ну, мне кажется, это достаточно хороший показатель, что география расширяется, как вы уже сказали, да. И мне кажется, что это должно только прибавить, да, прибавить интерес к этому виду спорта. И, конечно же, прибавить, ну, массу, да, массу людей, которые должны будут смотреть эти соревнования на территории не только нашей республики, но и на территории Российской Федерации, а также за рубежом. Ну, уже по сложившейся доброй традиции, вот, турнир «Бриллиантовые стрелы Якутии» собирает лидирующих спортсменов, да, из лидирующих стран. И имели мы удовольствие наблюдать за выступлениями таких спортсменов, как Ванесса Бай, Майя Ягер и так далее. И сейчас, дорогие телезрители, мы хотим предложить вам вспомнить главных триумфаторов двух прошлых турниров «Бриллиантовые стрелы Якутии». Итак, внимание на экран. Спасибо. По итогам бескомпромиссной борьбы в финале дисциплины «Классический лук» среди женщин, как и ожидалось, сошлись Кристина Устинова и чемпионка мира 2013 года, серебряный призер первых европейских игр Майя Ягер. Именитая якутская лучница не оставила ни единого шанса своей оппонентке, взяв верх в трех сериях к ряду. Среди мужчин в «Классическом луке» победу праздновал представитель «Бурятии» Баир Цибикдаржиев, который в финале одолел Алексея Николаева из Ямала-Ненецкого автономного округа. В состязании среди женщин в «Блочном луке» в решающей дуэли встретились Ванесса Бай из Германии и Степанида Артахинова, которые незадолго до этого турнира оспаривали золото чемпионата мира в командном зачете в немецком городе Данаушенген. Тогда Степанида в составе сборной России оказалась сильнее команды Ванессы и завоевала чемпионский титул, а заодно установила новый мировой рекорд в открытой женской категории по 15 стрел в личном зачете, добрав 147 очков и 150 возможных. По итогам финала на лукодроме Манья Таха якутская лучница вновь забралась на высшую ступень педестала, опередив Ванессу на одно очко. В мужском финале «Блочного лука» встретились Асим Павлов и кореец Ким Джон Хо. Последний, продемонстрировав точную и стабильную стрельбу, вышел победителем из этой встречи, таким образом взяв золото турнира. Второй турнир «Бриллиантовые стрелы Якутии» собрал на берегу Лены 53 спортсмена из Казахстана, Белоруссии, Дании, Германии и США, а также четырех регионов России. Триумфатором турнира среди мужчин в классическом луке стал Уэйс Йохан из Дании, который в финале оказался точнее якутского лучника Павла Алексеева Стасова. Победитель первого турнира Баир Цибикдаржиев на сей раздовольствовался бронзовой наградой. В финале среди женщин вновь встретились Кристина Устинова и Майя Ягерь. Как и годом ранее, именитая якутская лучница оказалась точнее. Итоговый счет 6-4. Устинова становится двукратной чемпионкой турнира. В блочном луке все ступени педестала почета заняли якутские спортсмены. У мужчин медали завоевали Асим Павлов, Павел Мартынов и Михаил Филатов. Среди женщин в тройку призеров зашли Марита Дахунаева, Аина Еремеева и Надежда Бубякина. Мы с вами вспомнили главных героев двух предыдущих международных турниров на базе лагеря «Монетах». Как будет проходить борьба за медали и кто продемонстрирует самую точную стрельбу в этом году, узнаем совсем скоро. Так что набираемся терпения и ждем старта турнира «Бриллиантовые стрелы Якутии-2017». Спасибо большое, Власий, за такой потрясающий сюжет. Мы немножечко окунулись и в предыдущие соревнования, и ты проанонсировал, что нас ждет в грядущих соревнованиях. Ну а теперь давай продолжим беседу с нашими гостями. Ну что ж, да, было озвучено в сюжете о том, кто, собственно, был триумфаторами двух предыдущих турниров. И действительно там были победители различных международных соревнований. И сейчас у нас в студии как раз вот Розалина Тимофеева планирует принять участие на грядущем турнире. И, собственно, вопрос к Розалине. С какими амбициями, с каким настроем планируешь вступить на соревнования на берегу реки Елена? Настрой такой же, как и на чемпионате республики. Будет много соперников. Вот именитые спортсмены соберутся, поэтому настрой боевой. Выступить так же достойно, уверенно, как и на чемпионате республики. Спасибо большое. Ну, мне кажется, к Розалине как не обратись. У нее всегда вот такая она прям серьезная. И серьезная она готовится к любым соревнованиям. И это правильно. А у меня вопрос к Нине Васильевне. Нина Васильевна, вот как вы считаете, вы являетесь президентом федерации, в чем заключается успех именно наших спортсменов? Ведь ими можно вправе гордиться. Вот в чем же все-таки их успех? И почему все-таки любят этот вид спорта, увлекаются им? И мы имеем такие потрясающие результаты? Спасибо за вопрос. Я считаю, что это итог всей работы команды, тренеров, спортсменов, наших наставников, тех людей, которые начинали наш вид спорта. Наш вид спорта начался еще с 1962 года. Я думаю, что этот итог, он должен был быть. Потому что это очень зрелищный, это очень захватывающий, психологически-драматический, скажем, аристократичный и очень элитный вид спорта. Если в других видах спорта, я говорю как спортсмен, я тоже являюсь мастером спорта Советского Союза по этому виду. И здесь, в отличие от других видов спорта, мы соревнуемся сами с собой. То есть это очень сильная работа над собой, личностный рост очень сильно идет, потому что это в психологическом плане, это очень такой вид спорта, да. И это итог и результат работы наших тренеров, начиная от тренеров, которые тренируют маленьких детей и тренера высшего спортивного мастерства. То есть я думаю, что это итог всей нашей работы. Ну, Нина Васильевна, раз уж вы так пропагандируете этот вид спорта и прям восхвалили его, и рассказали все его плюсы, у меня возник вопрос, куда могут наши телезрители обратиться и привести свое юное чадо, и куда обратиться, чтобы начать заниматься таким видом спорта? Да, чтобы уже в ближайшем будущем на месте Розалины вот сидели именно их дети. Новые имена, да. В городе Якутске я приглашаю всех в спортивный комплекс Дахсун и в Дюсиша номер 4 и номер 5. Там работают наши тренера. Высококвалифицированные специалисты, мастера своего дела. Ну что ж, у нас остается совсем немного времени, и у нас вопрос к Александру Николаевичу. На прошлых турнирах были такие знаменитые гости, мы уже о спортсменах говорили, что вот, да, лидирующие спортсмены. Ну и гости были, господин Ким Хюн Таг, да, всемирно известный специалист был, еще главный секретарь Федерации стрельбы из лука России, Виктор Сапунов у нас был. И давайте приоткроем занавес тайны, да, вот, грядущий турнир, какие вот... Кого мы ждем. Да, кого ждем. В этом году, да, во второй раз наш турнир посетит также Сапунов Виктор Николаевич, но уже в ранге не секретаря, генерального секретаря Федерации, а он же в прошлом году был назначен, избран старшим тренером сборной России среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Вот он как раз ожидается, его приезд из гостей, ну и вот наши, конечно же, вот гости, да, местные спортсмены. И, ну, у нас уже в третий раз приедет Ванесса Бай из Германии, но, к сожалению, к большому сожалению, Майя Ягер не приедет, потому что она в эти сроки как раз уезжает на всемирные игры. Очень жаль. Ну, сильные спортсмены будут, я думаю, считаю, что конкуренция будет сильная. Ну, вот если кратко о программе, да, вот 26-го у нас официальная пристрелка, вечером открытие турнира, 27-го квалификация и 28-го с утра у нас уже финал. Финал альтернативный, то есть вот на пару выходит, да, у нас, кстати, вот программа классический лук, это 70 метров и блочный лук 50 метров. Ну, что ж, спасибо большое, дорогие гости, мы желаем вам удачи, разлини отдельную удачу на соревнованиях. Спасибо большое, что посетили наш эфир, и мы надеемся, что благодаря таким людям, как вы, стрельба из лука будет у нас только-только быть, ну, становиться все более любимее, любимее, и, конечно, у нас будут будущие олимпийские чемпионы. Ну, еще раз перед тем, как попрощаться, проанонсируем. Завтра и до 23-го июля у нас чемпионат республики на стадионе Туймада, обязательно посетите это соревнование. Ну, и с 26-го июля на базе лагеря Монетах в Нижнем Гостяхе международный турнир. Ну, а мы увидимся в следующую пятницу. До новых встреч, всего доброго.